Всем привет, с Вами Юлия и мой факультет рукоделия. Сегодня мы с Вами поближе разглядим супер мягкую новинку сезона 2019-2020 от компании Alize пряжу Puffy Fur. Мы посмотрим на ее характеристики, я расскажу Вам о своих ощущениях, а еще мы свяжем буквально за час шапку и шарф из этой пряжи. Всего сегодня нам понадобится два мотка пряжи. Как всегда, ссылочку на магазин, где можно купить эту пряжу оставлю в описании под видео. Для начала познакомимся с ней поближе. Это великолепная пряжа, новый член семейства Puffy. Она также разработана для быстрого и эффектного вязания руками без использования спицы крючка. Всего в этом мотке 100 грамм и 6 метров. По всей длине нити расположено множество крупных пушистых петель, которые гораздо больше петель пряжи Puffy и Puffy Fine. По рекомендации производителя, изделия из этой пряжи можно стирать как руками, так и в машинке при температуре 30 градусов. Сушить изделие необходимо на горизонтальной поверхности, нельзя отбеливать и гладить. По составу это 100% полиэстер. Как видите, здесь нет натуральных составляющих, но по ощущениям эта пряжа безумно приятна. Цвет, который я сегодня буду использовать, Вы найдете в палитре под номером 6105. Когда Вы снимете с мотка этикетку, получите вот такое меховое воздушное облако. Петли выглядят как пушистые перышки. В основе нить имеет прочное плетение, которое практически невозможно разорвать. Ворсинки держатся на нити хорошо. И если приглядеться, то можно увидеть, что эти ворсинки двух видов. У них разная длина и разный оттенок, благодаря чему происходит игра цветов и создается эффект глубины. Поэтому полотно, связанное из пуфи фур, будет выглядеть теплым, плотным и мягким. А теперь давайте перейдем к мастер классу. Для начала свяжем шарф. Находим начало нити и отсчитываем 10 петель. Из этого количества получится шарфик шириной 20 см. Теперь начинаем продевать петли друг в друга. Одиннадцатая петля продевается в десятую, двенадцатая в девятую и так далее. Дальше я считать не буду, так как должно быть все понятно. Провязываем так ряд до первой петли. Обращаю Ваше внимание, нужно внимательно нащупывать каждую петельку, которая должна участвовать в вязании. Дело в том, что из-за длинного ворса петли сливаются друг с другом. И есть шанс потерять петельку и не провязать ее. Провязали десять петель, дальше двигаемся в другую сторону. Вязание остается в том же положении, его поворачивать не нужно. Только в каждом ряду пересчитывайте все петли, чтобы их всегда было одинаковое количество. Смотрите, мы провязали всего два ряда, а как быстро растет будущий шарфик. Продолжаем вязать таким образом дальше, пока не закончится моток. Вот такой шарф получился из одного мотка. Давайте его измерим. По ширине, как я и сказала, вышло 20 см. А по длине примерно 70-80 см. Он очень хорошо тянется, поэтому точно измерить длину не получится. Зная эти размеры, Вы можете рассчитать необходимое количество пряжи, т.е. если Вам хочется связать шарфик шире или длиннее, делаем несложные расчеты и берем сразу нужное количество, чтобы потом не пришлось искать, где докупать пряжу. Я не стала закрывать последние петли, так как должно еще немного остаться пряжи после того, как мы свяжем шапку. Если говорить о моих ощущениях, шарфик получился очень пушистый, ворс плотно прилегает друг к другу и изделие кажется толстым, как мех. Несмотря на то, что на самом деле здесь кругом вот такие отверстия. И пока ты не засунешь туда пальцы, ты о них не узнаешь. Из второго мотка вяжем шапку. От начала нити отсчитываем 25 или 26 петель. Можете приложить нить вокруг головы и посчитать, сколько петель уместилось на нити. Такое количество и берем для вязания. Теперь нам нужно соединить вязание в круг. Мы берем следующую петлю, например 27, если у нас по голове получилось 26 петель и продеваем ее в первую петлю. Дальше будем вязать по кругу. Хвостик нити мы потом спрячем. А пока он нам будет, как маркер, указывать на начало ряда. Вязать получается очень быстро, а это я бы даже сказала приятно. Только вязать получается, если честно, на ощупь, потому что каждую петельку приходится искать на мохнатой нити, чтобы ничего не перепутать. Мы уже связали первый ряд. Дальше будем вязать по спирали. В начале вязания у нас получилась вот такая ступенька, но не переживайте, мы потом спрячем хвостик так, что в этом месте все будет ровно. Провязываем 7 рядов, если Вы хотите шапку с напуском, и 6 рядов, если нужна шапочка по голове. Сейчас у меня провязано 7 рядов. Останавливаемся в начале ряда, там, где у нас хвостик, и теперь будем делать убавки. Берем следующие две петли и провязываем их вместе одной петлей рабочей нити. Снова складываем две петли и провязываем их. И так будем делать убавки до тех пор, пока все петли не сократятся. При таком сокращении макушка получится слегка острой. Если Вы хотите получить более круглую шапку, сделайте два ряда убавок и оставшиеся 6-7 петель соберите на нить. Итак, вот у меня осталась одна петля. Разрезаем нить у основания следующей петли и обрезаем саму нить. Нить выводим через последнюю петлю и уводим на изнаночную сторону. Там делаем узелок. Точно так же привязываем начальный хвостик нити, который мы оставляли, к петлям первого ряда. Делаем 2-3 узелка и если хвостик получился длинным, обрезаем лишнее. Вот такая мягкая и теплая шапочка у нас получилась. Нижний край у нее ровный, как видите, узелков незаметно. Носить я ее буду вот так, с напуском. А если Вы хотите, чтобы Ваша шапка была по голове, вяжите на ряд меньше, как я уже сказала ранее. Вот сколько пряжи осталось у меня от шапки. Добавлю этот отрезок на шарф. Для начала соединим нить. Берем два хвостика и связываем их между собой на узел. Теперь продолжаем вязать наш шарф. Я провязала еще 4 ряда, а значит к длине шарфа добавилось примерно 20 см. Теперь петли в последнем ряду нужно закрыть. Для этого продеваем их одна в другую, вот таким образом, по направлению к той стороне, где остался кончик. И когда все петли будут закрыты, связываем кончик с последней петлей. Вот такой шарфик у нас получился. Он безумно теплый, пушистый и уютный. В него так и хочется укутаться. Сейчас по хвостикам видно, насколько получилось его удлинить. И теперь эти хвосты можно обрезать. Осталось примерить этот меховой комплект и Вы увидите, что в итоге получилось. Вы только посмотрите, как этот случайно заказанный цвет подошел к моему пальто. Мне безумно нравится, как смотрятся на мне эти изделия. А главное, как быстро и просто у меня получилось их связать. Если надоест, можно будет легко распустить этот комплектик и снова за полчаса что нибудь связать. Ссылку на магазин, где можно купить эту пряжу Вы, как всегда, сможете найти в описании под этим видео. Пишите в комментариях, что Вы думаете об этой пряже и что еще, по Вашему мнению, можно из нее связать. Не забывайте ставить лайки за скорость и за идею. А с Вами была Юлия и мой Факультет рукоделия. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok